Ротаторы плеча Работая над мышцами над плечи, мы прорабатываем прежде всего дельтовидную мышцу. Передней, средней и задней пучок ее. Эта мышца несет ответственность за то, чтобы поднимать руку через вперед, через сторону, вверх и при наклоне, чтобы поднимать ее назад. И такие же упражнения мы делаем. Мы берем руки гантелей, делаем какие-то разводки, вперед поднимаем руки, в наклоне разводим руки назад, делаем жимы различного рода, сидя, стоя и так далее. Там армейский жим. И при этом ротаторная манжета, которая ответственна за поворот руки в плечевом суставе, она не работает абсолютно. Для того, чтобы ротаторы плеча натренировать, нужно делать упражнения совершенно другого рода. Но прокачка этих мышц не является предметом сейчас моего вот этого подкаста. Могу сказать вам одно. Советую вам обратить внимание, если вы занимаетесь каким-то силовым тренингом, то при прокачке мышц над плечи и плеча используйте упражнения с проворотом кисти. Для этой цели очень хорошо подходит такой вид упражнения, как жим Арнольда, например. Когда вы сидя берете гантели, на себя повернув их, и при жиме вверх разворачиваете руки в верхней точке большими пальцами друг к другу и даже тыльными сторонами кистей друг на друга. То же самое, когда делаете разводки различные. Берете гантели и обязательно кисть проворачиваете. Тогда у вас еще будет обязательно подключаться мышцы, стабилизирующие плечо. То есть будут подключаться ротаторы плеча. А вот перед ударной подготовкой нам, конечно, закачивать эти мышцы не нужно. Мы говорим сейчас о разминке. Их нужно размять. Так вот, совершая вращательные круговые движения рукой любого рода, такого ли рода, мы делаем какие-нибудь еще там упражнения, просто руки вращаем назад, у нас не прорабатывается ротатор плеча. Потому что это не специфические для них виды действий. Специфическими видами будут являться специального рода провороты. И я покажу сейчас пару упражнений, которые именно направлены на ротаторы. Это можно делать с легкими стягощениями, можно делать абсолютно без стягощений. Ну, посмотрите. Первые действия. Самое такое ходовое и необходимое, которое дает самую непосредственную и правильную стабилизацию. Берем гантели в руки, ставим так руки, чтобы плечевая кость была практически параллельно полу, а предплечья направлены перпендикулярно вниз или перпендикулярно вверх. И совершаем вот такие действия. Для этого вес отягощения должен быть минимальным. Можно это делать и без отягощения. Должна быть амплитуда хорошая. То есть максимально вниз, максимально вверх. Быстро дергать не нужно. Второе действие. Берем так на себя гантели, на уровне пояса держим и делаем вот такие разводящие движения. Разводящие. Здесь, конечно, плечо совсем не работает. Некоторые думают, что это такое? Зачем это нужно? Здесь ни бицепсы не работают, ничего. Когда видят кого-то, кто в спортивном зале делает это. Это проработка именно ротаторов. В плечевой сумке, если вы попробуете это делать, вы почувствуете, как идет напряжение в капсуле плечевого сустава. Вы разминаете. Я говорю, опять же, все это можно делать без отягощения. Просто с отягощениями вы это почувствуете быстрее. Но они должны быть очень легкими, такими, как сангантыльки для боя с тенью. Грамм по 500, но килограмм два максимума, не больше. Это максимум. Дальше провороты. Руки вперед и проворачиваете максимально. В одну, в другую сторону. В одну, в другую сторону. Вот таким вот образом. Можно побыстрее. На самом деле этих упражнений много. Я показал вам три базовых. Три базовых, которые надо выполнять обязательно. Опять же, их можно делать без веса, без затягощений. Без затягощений. Да? Все делается просто очень. И провороты полные. Есть вид упражнений, которые задействуют комплексно и лучезапясный сустав, и локоть, и плечево-ротаторную манжету. Я покажу вам его сейчас и покажу вам, вернее, повторю, когда буду показывать упражнения для локтей и для лучезапясного сустава. Берем руки, вниз большими пальцами перекрещиваем, соединяем в замок и выворачиваем руки наружу. Потом перехватываемся в обратную сторону и делаем точно так же. К сожалению, меряется все по слабому звену. Если у вас не гибкие лучезапясные суставы, то до плеч дела не дойдет. Потому что прежде всего здесь требуется гибкость лучезапясного сустава, потом уже локтя и только потом уже плеча. Если у вас не гибкие эти два сустава, то до плеча дело не дойдет. Но если это получается, то без проблем. У вас будет комплексно прорабатываться все три сустава. Но это никак не отменяет того, что нужно делать с этими гантельками. То есть вот эти три упражнения, о которых я говорил чуть ранее. О том, как закачивать мышцы ротаторной манжеты, я расскажу отдельно совершенно. Когда не про разминку буду говорить, а про реабилитацию и профилактику травматизма. Хотя разминка является абсолютной профилактикой специального спортивного травматизма, именно связанного с ударной техникой прежде всего. Почему? Потому что в любой ударной технике, особенно в дальней, когда мы выполняем джебы, джеб, кросс, свинг, хук, оверхед. То есть какие-то ударные техники мы бы не делали с вами, да? У нас обязательно идет доворот плеча, работает надосная мышца в том числе. Довороты идут обязательно таким образом. Ворот. И в плечевом суставе происходит вот такая ротация. И эта мышца должна быть размята. Эти мышцы ротаторные манжеты. Если этого не будет, обязательно произойдет ее раздергивание. Она не будет хорошо гиперемирована, не будет горячей. Эта манжета ротаторная. И будут обязательно проблемы. Вот. Доворот плеча. Доворот плеча. Доворот плеча. Доворот плеча. Даже когда мы, значит, прокот бьем, и то у нас плечо двигается вверх и доворачивается локоть. Если вертикально мы бьем вверх, да? Что бы ни делали. Если это техника каратэ, обязательно доворот. Доворот. Здесь доворот. Одюки техника делается. Разворот плеча идет. То есть понимаете, что бы ни делали. Здесь куча руки. Рука таким образом разворот. То есть плечевая кость. Она тоже вращается. Сустав. Сотуки делаем. Вращение происходит тоже доворот. Обязательно. То есть на любой абсолютной технике практически задействуется ротаторная манжета. На блоковой ли технике, которую мы не выполняли бы, да, практически. На дюке вот особенно. На ударной ли технике. Техника ли это каратэ, да? Техника ли это бокса. Это не важно. Суть одна. Поэтому обязательно выполняйте эти разминочные действия. В следующем видеоподкасте я расскажу о том, как надо правильно разминать локтевой сустав, готовя его к ударной технике. Всем пока. И не зарабатывайте себе травмы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok